С пяти лет я играю в большой теннис. Каждый день на протяжении 13 лет я приходил на корт, брал ракетку в руки и улучшал себя. Это все делалось лишь для одного момента. Как можно больше доминировать перед своим соперником. 15 турниров в год, где часто приходится проигрывать человеку, который, возможно, сильнее тебя физически, а бывает и ты сам не готов победить морально. После проигрыша очень тяжело выходить снова на корт, заходить на фигуру, держа штурвал в самолете. Да даже в жизни, после падения, снова выйти и повторять очередную попытку, это очень тяжело. Сейчас вы меня видите на чемпионате России по авиационным гонкам. Я стою на предварительном взлете, думая о том, что меня сейчас ждет. По опыту прошлых гонок я не сильно переживаю. Мой план только о том, как же мне нагнать эти дополнительные секунды. Потому что в этот раз мои соперники выступают на более быстром самолете Су-29, на котором я выступал раньше, а сейчас оно не вышло. И еще один из этих моих соперников это чемпион мира, поэтому в этот раз все будет очень тяжело. У моего соперника на сучке на 60 лошадиных сил более мощный двигатель. Или сам он держит скорость лучше моего. Из-за этого мне нужно будет выжимать полную мощность из моей 55-ки. Вообще трасса состоит из трех ворот. Начало отсчета времени начинается, когда самолет заходит в первые финишные ворота. Именно здесь я должен быть на максимально высокой скорости. Это в районе 340 км в час. Далее мне нужно немного довернуть до вторых из самых сложных пилонов в этой гонке. Почему они будут самые сложные, я расскажу чуточку позже. Как только я пройду вторые, мне нужно сразу уходить вверх на вертикальный маневр. Или три четверти петли, как говорят летчики. Для разворота к третьим воротам, где нужно сверху вниз идти со снижением, чтобы максимально разогнать самолет для финального разворота на 180 градусов к финишу. Вот здесь будет одна из самых тяжелых перегрузок. И так нужно сделать два круга, а у каждого пилота будет две попытки. Соответственно и у меня тоже. Но есть одна трудность, которая выходит на свет именно в этой гонке. Сегодня будет первый чемпионат России, где ввелись ограничения по перегрузке в 8G. Для справки, на самолете Су-29 максимальная перегрузка составляет 12G. А это очень большая разница, когда ты пытаешься скостить каждую долю секунды на вираже, чтобы обойти соперника на форсированном самолете. Мне придется делать как можно более плавные развороты и стараться не превышать эту перегрузку, но уменьшать эти секунды. Вернемся к полету. Я даю полный газ, смотрю на рост скорости и взлетаю. Справа от меня появляются те самые пилоны. Эту трассу все пилоты авиагонок уже пролетели за день до сегодняшнего вылета. Все было в принципе знакомо и спокойно. Вот тут только что можно было увидеть, как я подернул ручку на себя. Это я проверил, как растет перегрузка на акселерометре. В этом полете большую часть времени я буду смотреть именно на него, что мне и будет мешать все время. Перед тем, как занимать точку выступления, нужно обязательно доложить судье на земле, чтобы они подготовили свои секундомеры и готовы были засечь мой вылет. А я продолжаю набирать в это время нужную высоту. Так, смотрю на приборы двигателя прямо сейчас и вижу, что самолет достаточно прогрелся. И специальные створки как раз можно открывать, чтобы воздух обдувал двигатель и он не перегревался на трассе. Далее переходим к этому основному прибору-акселерометру, который будет всю дорогу мне портить жизнь, когда я не буду смотреть на пилоны, а только на него. Перед тем, как снижаться, я всегда подготавливаю свое тело и даю ему сигнал, что сейчас будет жестко. С помощью вот таких вот виражей с перегрузкой до 4G, чтобы на трассе я уже не забыл про нее и думал только о том, как промчаться же быстрее на своем самолете и сократить время прохода. И вот самый ответственный момент для любого спортсмена. Минута до того, как ты решишься. Зайти и сделать то, что ты должен, то, что ты обязан. Спорт учит жизни. И когда ты уже дошел и обратного пути нет, дальше только зайти и сделать и не шагу назад. Сверху, когда ты смотришь на все эти штуки, на земле, на всю эту трассу, мысленно ты уже все прошел. И осталось только повторить то, что прошло у тебя в голове. Доли секунды назад. В этом видео не будет рекламы наших кепок, из-за которых люди в первый раз поднимаются в небо со мной. Потому что они и так отлично продаются у нас в Телеграме. Ссылка в описании. А я расскажу вам о другом своем деле. Это авиационный учебный центр «Школа пилотов Барсы». Если ты давно мечтаешь о небе, летать по всей стране и даже всему миру, ты можешь легко пройти обучение за три месяца у нас в школе. Звони по телефону, который находится в ссылке в описании, и тебе расскажут о следующем наборе в группу пилотов. Либо ты можешь обучиться индивидуально, также у нас в школе. Ссылка в описании. Момент решения и поехали. Пикируем на пилон. В этот момент самое главное разогнать максимальную скорость. В голове уже ничего нет, только скорость. Время остановилось. Первые ворота, бах! До ворот, до вторых. Лечу, только бы не врезаться. Прохожу вторые, тяну ручку, смотрю только на перегрузку. И вот он, момент на пределе. Развернулся, спереди наблюдаю ворота. Полный газ на рудак. Смотрю с ненавистью на эти торчащие земли башни. И самый резкий разворот с минимальным радиусом. Тут главное попасть в ворота. Главное попасть в ворота и не превысить перегрузку. Еще пару секунд и все. Еще пару секунд и все. Прошел первый круг. И вот она моя ошибка, где я раньше времени начал за ворот до пилонов. И получил штраф, который выбил меня со второго места. Тут я уже понимаю, что все пошло не так, как хотелось. Но закончить трассу с меньшим количеством времени, это уже как рефлекс у собаки. Я до последнего надеялся, что вдруг судьи не заметят мою оплошность. Но все ошибки, которые сделаны в воздухе, их сразу же видно на земле. И этого никак не избежать. Здесь у нас планируется по заходу вторая попытка и второй шанс для меня для реабилитации. Но в этот раз я отвлекаюсь на самых первых воротах. И смотря на эту осточертевшую перегрузку, я начал снова заворачивать слишком рано. Этот заход был гораздо быстрее для того, чтобы возместить упущенное время. Но, к сожалению, эти новые правила по перегрузкам, по моему мнению, не добавляют вообще никакой безопасности к полетам, а только лишь ухудшают концентрацию на самом прохождении трассы. И вот, как вы видите сейчас, я сделал ровно две ошибки в одинаково абсолютных местах. Поэтому, к сожалению, с первого места я улетаю домой в конец. И вот снова всю дорогу тебе приходится глядеть в этот прибор. А то, что творится за бортом, уже как-то становится вторично. И тут появляются ошибки, штрапы и вот такой результат. Но это ладно, у меня просто ошибка по неправильному прохождению ворот. Ушел в конец списка и все с этим. А вот кто-то может, смотря на прибор, перетянуть самолет и он просто сорвется. Как вот в этом варианте с пилотами Red Bull и Race, которые вы можете увидеть. Это может быть очень опасно. Друзья, я настоятельно советую организаторам и всем судьям гонок убрать это опасное правило. Его никто не любит из летающих пилотов. Поэтому, ну не делайте этого, мы все мучаемся от этого. Именно из-за этого я сейчас тут сижу перед камерой и говорю... Поражение. В этот момент проигрыша человек часто придумывает для себя самого историю. по типу, что пришло время больше не заниматься своим любимым делом. И самое трудное, что когда я играл в теннис или сейчас, это выйти после всего этого и продолжать улучшаться. Потому что каждая новая попытка и новая игра, это новое начало. Поэтому, друзья, не сдавайтесь, продолжайте, даже если вы проиграли. Ну и не забывайте ставить лайки, потому что я старался снимать это видео, летать на этих гонках. Но в следующих видео, я думаю, мы победим. Переходите к следующему видео. Всем пока. Друзья, всем привет еще раз. Рад, что вы посмотрели это видео, мне очень приятно. Ну а сегодня мы проведем розыгрыш. Извиняюсь, что вот проводим вот в таком вот формате, где я держу телефон на руке. Но как бы сейчас у меня находится очень тяжелый перелет. Но я вам пока не могу сказать, где я нахожусь. Вы это увидите в одном из следующих роликов. А давайте сейчас проведем конкурс октябрьский. Тех людей, кто победил у нас в конкурсе кепок и проведет целый день со мной. И полетает, ну или со мной, или с другим членом пилотажной группы Барсы. Например, там со Снежаной, с Дашей. Ну короче говоря, вы сами все поняли. Давайте вот сейчас вот здесь вот появится наш победитель. Давайте 3, 2, 1. И победитель появился. Поздравляем. Напиши нашему менеджеру и отеле. И он как бы расскажет, как полетать с нами. Поэтому ждем. Покупайте кепки. Спасибо большое, что поддерживаете. Друзья, нам это очень важно и очень сильно помогает. Поэтому всем тем, кто купил кепки, спасибо огромное. Приходите вы в нашу авиашколу. Все будет здорово. Мы научим вас летать. До скорых встреч. Пока. Продолжение следует...